Мой друг-атеист, он не верит в Бога. И он говорит, что он не верит в Коран. И вы не должны верить в Бога. И он говорит, почему люди в 21 веке продолжают верить в Бога? Ведь мы живем в век науки и технологий. Зачем сегодня человеку верить в Бога? Ведь это современный век технологий. И ты не должен верить в Бога. Ты лишь должен делать то, что полезно для человечества. Брат задал вопрос от имени своего друга-атеиста. Почему нужно верить в Бога в этот век науки и технологий? Ведь достаточно быть хорошим и полезным человеком. Первое, что я сделаю, брат, я поздравлю твоего друга-атеиста. Знаешь почему? Потому что у большинства людей, к сожалению, слепая вера. Он индус, потому что его отец индус. Он христианин, потому что его отец христианин. И некоторые мусульмане являются мусульманами, потому что их родители мусульмане. Но твой друг-атеист размышляет. Возможно, у него религиозное происхождение. И, возможно, он не соглашается с тем, что Бог, которому поклоняются его родители, достоин поклонения. И причины, по которой я поздравляю его, потому что он сказал первую часть исламской шахады. Нет Бога. Единственное, что мне осталось сделать, это убедить его, что только Аллах. Что я сделаю, иншаллах. Поэтому, что касается твоего друга, то половина моей работы выполнена. Ведь для других не мусульман сначала я должен доказать, что Бог, которому они поклоняются, не истинный Бог. И затем убеждать их в истинности Аллаха, субханаху ва-та'алла. Но относительно атеиста, половина моей работы уже выполнена. И он уже признал первую часть исламской шахады, что нет Бога. Теперь мне осталось лишь убедить его во второй части, что только Аллах. Что я сделаю, иншаллах. Ты сказал, что твой друг верит в науку и технологии, и что мир прогрессирует. Я задам атеисту один вопрос. Допустим, перед нами стоит какой-то аппарат или прибор, который до этого никто не видел. Если ты спросишь своего друга, кто знает, как работает этот никому неизвестный аппарат? И кто первым сможет рассказать о принципах его работы? И ответ, который он может дать тебе, это изобретатель. Или, возможно, он скажет конструктор. Или он скажет создатель. В общем, чтобы он не ответил, все это синонимы. Создатель, изобретатель, конструктор, производитель. Он скажет одинаковые по смыслу слова. А вторым человеком, который знает о принципе работы этого аппарата, будет тот, кому сообщил изобретатель или создатель этого аппарата. Но первым, кто знает о принципе его работы, это создатель или изобретатель. Запомни этот ответ. Затем я задам ему второй вопрос. Как появилась наша Вселенная? Он скажет. С развитием науки она объяснила нам, что наша Вселенная изначально была первичной туманностью. Затем произошел большой взрыв, приведший к расширению Вселенной и появлению Млечного Пути, звезд, Солнца, Луны и так далее, и в том числе и Земли, на которой мы живем. А как ты узнал об этом? Он скажет. Об этом мы узнали в 1973 году, когда группа ученых описала большой взрыв и происхождение Вселенной. «Тогда скажи ему, то, что ты узнал, 35-40 лет назад, было упомянуто в Священном Коране еще 14 веков назад, в 30-м аяте 21-й суре Амбия, Всевышний Аллах сказал, «Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым, и что мы разделили их?» Кто же мог сообщить об этом в Священном Коране 1400 лет назад? Атеист, возможно, скажет. Это, наверное, было случайностью. Не спорь с ним. Просто продолжи разговор. Задай ему следующий вопрос. А какая форма у Земли? Он скажет. В древности люди считали, что Земля плоская, пока сэр Фрэнсис Дрейк в 1579 году не совершил кругосветное плавание и доказал ее сверичность. Ты узнал об этом примерно 500 лет назад, но Коран рассказал об этом более 14 веков назад. Об этом упоминается в Священном Коране в 79-й суре Аль-Нази Айд в 30-м аяте. И после этого он распростер землю. И одно из значений слова «дахаха» — распостер, а второе значение этого слова на арабском — что-то, что приняло форму сжатого яйца. И мы знаем сегодня, что Земля не идеально круглая, как мяч, а сплющена с обеих полюсов и имеет яйцеобразную форму. И арабское слово «дахаха» указывает не на обычное яйцо, а именно на яйцо страуса. А если посмотрите на форму страусиного яйца, можно обнаружить, что оно имеет форму земного шара. Представьте себе, что Коран сообщил о сплющенной форме Земли еще более 14 веков назад. Спроси своего друга, кто мог упомянуть об этом в Коране. Возможно, он скажет, «Может быть, ваш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был умным человеком». Не спорь с ним. Но продолжи дальше. Спроси его, «Лунный свет — это свет, который Луна сама излучает, или же это отраженный свет?» Он ответит, «Раньше люди считали, что Луна излучает собственный свет. Однако, в поздние века, 100-200-300 лет назад, было установлено, что Луна не излучает свет, а отражает его». То, о чем ты узнал недавно, было сказано в Коране еще 14 веков назад, в 25-й суре Аль-Фуркан в 61-м аяте. Там говорится, что свет Солнца исходит от нее самой, а Луна описана как Нур или Мунир, то есть заимствующая или отражающая свет. Так кто же мог 14 веков назад объяснить, что Луна не излучает свет, а отражает его? Возможно, он скажет, «Возможно, ваш Пророк был очень умным и очень интеллигентным человеком». Не спорь с ним. Просто продолжи дальше. К слову, меня учили в школе, что Солнце движется по своей орбите внутри Млечного Пути, но не вращается вокруг своей оси. Это то, что было сказано в Коране? Нет. Это то, чему меня учили в школе. Это было в 1982 году, где-то 40 лет назад. Меня учили, что Солнце не движется вокруг своей оси. Но Коран говорит в 21-й суре Амбия в 33-м аяте. «Он тот, кто сотворил день и ночь, солнце и луну, все плывут по своим орбитам». И слово «ясбахун» описывает движение движущегося тела. Коран говорит, что Солнце и луна, помимо того, что движутся по своим орбитам, также вращаются вокруг своей оси. И сегодня наука установила, что Солнце движется вокруг своей оси и совершает один оборот вокруг своей оси за 25 дней. Так кто же мог рассказать об этом в Коране 1400 лет назад? То, что мы открыли совсем недавно, 40 лет назад. Твой друг промолчит, но нет необходимости ждать ответа. Продолжи дальше. И Коран говорит о небе, то есть атмосфере, что Всевышний Аллах сделал его защитным куполом или оберегаемой кровлей, и без него жизнь на земле не может существовать. Об этом говорится в 21-й суре Амбия в 32-м аяте. «Мы сделали небо, оберегаемое кровлей, однако они отворачиваются от его знамений». И также в нескольких местах в Коране говорится о круговороте воды. В 39-й суре Аз-Зумар в 21-м аяте, и в 30-й суре Арум в 24-м аяте, и в 15-й суре Хиджр в 24-м аяте, и в 23-й суре Му'минун в 18-м аяте, и в 24-й суре Анур в 40-м аяте. В нескольких местах Коран очень подробно описывает круговорот воды. Кто мог упомянуть об этом 14 веков назад? Он не ответит. Но ты продолжай дальше. Коран говорит о биологии и утверждает, что все живое сотворено из воды. И также Коран говорит о ботанике и говорит, что все растения созданы парами, и они имеют два пола, мужской и женский. Это говорится в 20-й суре Таха в 53-м аяте. И также Коран говорит, что все животные созданы из воды. В 24-й суре Анур в 45-м аяте. И также Коран говорит, что человек создан из воды. В 25-й суре Фуркон в 54-м аяте. И Коран говорит о генетике. И говорит, что мужская жидкость ответственна за определение пола ребенка. В 53-й суре Ан-Наджим в 45-м и 46-м аяте. И в 75-й суре Кияма в 37-м и 39-м аятах. И Коран говорит об эмбриологии. И Коран говорит о геологии. И Коран говорит об океанологии. И ты можешь рассказывать часами напролет о научных фактах, приведенных в Коране. А затем спроси своего друга, кто мог упомянуть об этом в Коране 14 веков назад. Единственный ответ, который он может дать, это Творец, Создатель, Изобретатель. И этого Создателя, Творца, Изобретателя, мы, мусульмане, называем Аллах. Мы называем его Бог. Поэтому сегодня наука не отрицает Бога, а отрицает лживых богов. Нет Бога, кроме Аллаха. По этому поводу известный философ Фрэнсис Бекон сказал, «Малые познания в науке делают человека атеистом, но большие познания в науке делают человека верующим в Бога». Ты также можешь попросить своего друга послушать мою лекцию, является ли Коран словами Бога и также Коран в свете науки. В этих лекциях приводится множество аргументов, указывающих на существование Аллаха, надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ас-саляму алейкум у рахмату Аллахи у баракату. Дорогие братья и сестры, наш брат создал YouTube-канал. У него очень полезный канал с большим количеством напоминаний. Давайте поддержим его подписками и лайками, а также комментариями. И вам за это будет награда от Аллаха, иншаллах. Ссылку на его канал я оставлю в закрепленном комментарии.